Краски, шила, гребенка и таз с водой. Удивительное искусство Эбру не требует больших материальных затрат. Рисовать на воде придумали на Востоке много веков назад, и теперь это искусство обработки бумаги входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это настоящее волшебство, потому что у нас есть только краски, вода и бумага. Причем бумага подойдет любая, даже самая обычная. А вот краски с самого начала использовались натуральные. В них добавляли печную сажу, сосновые иголки, сок красной капусты. Чтобы краски не смешивались, в них добавляли бычью желчь. Гарип Ай – знаменитый адепт живописи на воде. Этим искусством он занимается с 16 лет. В Россию художник уже однажды приезжал. Открывал свою выставку в Краснодаре, а теперь оказался и в Перми. Учат создавать орнаменты в стиле Эбру. Мы называем это искусство Эбру, что буквально значит «вода для лица» или «искусство на воде». В Европе эту технику называют мраморной бумагой, потому что рисунок напоминает прожилки камня. Раньше ее использовали для украшения книг. Эта техника также знакома в Японии. Там ее называют Суминагаши. Никогда не знаешь, как ляжет краска на поверхности воды, говорит мастер. Особенность рисования в случайности получаемых узоров. В Эбру используются только натуральные материалы. Даже кисть и та из конского волоса, потому что хорошо поглощает краску, а потом равномерно отдает ее, что в таком деле очень важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используется специальная кисть, сделанная из конского волоса и розовой ветви. Она гибкая и хорошо поддается каждому движению руки. Научиться этой древней технике в Перми можно до 19 февраля. Ксения Пляшакова, Андрей Белоусов, Павел Гринкевич, 59.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова